Очень сложно переоценить фактор Крыма. На мой взгляд, он стал решающим за последние два года в российской политике, и я думаю, что на многие годы вперед он будет оставаться решающим. Пытаюсь пояснить эту мысль. В общем-то, вся наша жизнь, государственная и даже частная, претерпела определенные изменения за последние два года. Начнем с того, что, конечно, Россия вернула свой статус великой державы только в 2014 году, по большому счету, после событий, связанных с возвращением Крыма. И, по большому счету, вернув Крым, мы вернули себе Россию. Если анализировать 25 лет новейшей истории, это во всех смыслах слова исторический факт, историческое значение будет иметь. И я думаю, что все дальнейшие действия, начиная от операции в Сирии, заканчивая какими-то возможными грядущими новыми международными инициативами России, они оказались возможны только благодаря Крыму. Потому что это была заявка, и заявка геополитическая, ну и заявка, конечно, даже вот если посмотреть на карту, такая военная, я сомневаюсь, что мы бы могли как-то всерьез противостоять Турции, если бы сейчас в Крыму находились натовские базы. Конечно, мы сейчас живем в период санкций. Эти санкции также были связаны, в первую очередь, с возвращением Крыма. И эти санкции, они стали поводом для развития собственного производства. Я думаю, что если бы наша страна еще лет 10 пожила в режиме баррель за 100 долларов, то, в общем-то, та модель экономики, которая у нас, увы, существовала, попросту выражаясь, принцип которой состоял в том, что давайте мы сейчас, чем восстанавливать свои производства, будем закупать за границей различные технологии и импортировать все, что можно и нельзя. В общем-то, лет через 10, если бы спроецировать эту ситуацию, мне кажется, она могла бы быть уже и невозможной. Потому что наши экономические связи с Западом нам бы уже просто не позволили пойти на такой шаг, понимая, что, конечно, они будут разорваны вследствие этого. Поэтому хорошо, что это случилось именно сейчас. И, конечно, момент развития собственного производства, момент развития собственной экономики, национальной платежной системы, восстановление каких-то собственных заводов. Если даже, извините, самолет сухой наполовину состоял из французских деталей, о чем можно говорить сейчас, это импортозамещение тоже, конечно, стало следствием Крыма. Поэтому очень серьезно в экономическом плане Крым повлиял на развитие нашей страны. Крым повлиял на межнациональный мир в Российской Федерации. Если мы вспомним с вами, что было в повестке дня российской общественно-политической жизни больше двух лет назад, мы можем сказать, что это одним из важных вопросов был межнациональный вопрос. Мы помним, что это не сходило со страниц СМИ, стреляющие свадьбы и так далее, и так далее. А все это постоянно присутствовало, муссировалось. После возвращения Крыма эта тема ушла. И не в последнюю очередь она ушла, в том числе благодаря той роли, публичной роли, которую сыграл господин Кадыров, господин Мениханов в переговорах с крымскими татарами. А после этого ту роль, которую сыграли чеченцы и представители других наших кавказских республик на Донбассе, которые там воевали. Так что, на мой взгляд, конечно, Крым способствовал достижению межнационального мира в Российской Федерации. И этот очень такой опасный, на мой взгляд, момент, он ушел из повестки дня. Продолжение следует...